Представители основных зимних видов спорта в марте обычно подводят итоги прошедшего сезона. Но только не любители шорт-трека. Эти ребята тренируются и соревнуются круглый год. Юные конькобежцы на днях сошлись в первенстве Владивостока. Скоростные соревнования собрали на льду фетисов арены порядка 60 участников. У нас детки участвуют фактически, официальные спортсмены это с 9 лет, да, участвует совсем малышковая группа, это супер детский возраст, начинающие детки. Им тоже нужно почувствовать вкус победы, наверное, и вкус соревнования. Я очень люблю шорт-трек. Буду хорошо кататься, получать первое место и пойду на ампиаду. Несмотря на юный возраст спортсменов, скорость на треке здесь немаленькая. Дистанции всевозможные – от короткой стометровки до эстафеты длиною в 2 километра. Результат подсчитывается по сумме всех очков за все гонки. На каждом таком забеге стоит настоящий гул. Болельщики и одноклубники поддерживают участников во весь голос. Не ходи давай! Не ходи давай! Как отмечают в местной федерации, спортсмены здесь действительно очень дружные. Поэтому особая полезность такого рода соревнований в том, что здесь более опытная молодежь может что-то посоветовать своим коллегам-новичкам. Не бояться поворотов, чтобы быстро бегать. Ничего вообще не бояться. Ну, надо как бы технику отрабатывать постоянно, сильнее делать толчки, толкаться в пятку и не бояться проходить поворотов. Вот это самое главное. Шорт-трек во Владивостоке за последние годы получил немалую популярность. Очевидно, что в этом большая заслуга двух последних Олимпиад, одна из которых прошла в 2014 в Сочи и закончилась абсолютной победой сборной России. После такого зрелища буквально толпы новичков по всей стране ринулись в свои местные клубы. В конце марта местные конькобежцы покажут себя на выезде. Сначала вступят в борьбу за Кубок Хабаровска, а затем уже в Уссурийске для ребят начнется серьезный отбор на первенство России. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом. Новости спорта на восьмом.